всем привет вы на канале тихая охота сейчас у нас в воронежской области сухо дождей нет вчера был сосновом лесу смешанным с березами нашел 3 сыроежки одна была такая более-менее так подъеденная две остальные были уже гнилые червивые хотел поискать чагу чагу нашел высоко я за ней туда не полез не знаю буду выкладывать нет может к этому видео приложу либо отдельно вот зимние опята сейчас вообще стоит пока дождей нет возле рек смотреть грибы все-таки тут туман роса побольше выпадает чем под чем дальше от рек здесь все равно ну больше конечно такие грибы которые растут на валежинах паразитируют на живых деревьях вот таких можно пособирать вот вот так они выглядят сухую погоду шляпка не блестит вообще так что блестящая шляпка вообще конечно не ориентир будет вот этот давайте сейчас отрежу конечно счет вместе с ножкой покажу вот он зимний опенок фламмулина бархатиста ножковая шляпка аж растрескалась рядом от немножко маленький те вообще он сухие стоят хорошие сейчас возьмем опять хочется насобирать сейчас пройдусь посмотрю где может еще повырастали еще видео покажу сегодня надеюсь на днях смонтирую видео выложу на канале зимнего опенка искать стоит но поближе к рекам выезжайте где лес к реке прилегает искать нужно в таких местах либо низинки где сыра всегда слегка подболоченные таких местах все сейчас будем искать дальше еще вот так вот решил схитрить нашел я тут вот бутылку в лесу сейчас наберу воды мне и полью эти опята так как дерево вот это недалеко от моего дома находится на которой мы сейчас опята смотрел показывал на видео я его за ними потом смогу прийти так слегка вот полить водички не хватает это видно следующий раз приду полью еще раз тут как раз такие вот трещины вот она затекет все пускай растут тем более дерево это мертвая бобра его вот видно как отругали все высохло жалеть его нечего там там нечего жалеть его желательно конечно по кругу везде полить я сейчас так и сделаю видео уже выключу не буду показывать сейчас полью все пускай растут вот еще попался мне опенок зимний ламулина бархатистоножковая напоминаю еще раз ножки у них несъедобные у молодых грибов еще как-то там светлая часть ножки берется у старых уже вообще все ножку не берут вот и тут два грибочка всего сухо шляпки не блестят вот она бархатистая ножка такая прям коричневая хорошую погоду когда влажно шляпка у него блестящий он слизистый ну в принципе дома когда вы их на собираете если его слегка водой сбрызнуть он тоже будет слизистый и блестящий когда помоете особенно гриб очень вкусный с ним очень вкусные супы и маринованные жареный все будем искать дальше значит есть гриб в этом месте вот всегда влажно я сюда захожу каждый раз проверять грибы тут почему-то как раз ничего обычно не нахожу и каждый раз приходится вот здесь вот этому стволу переходить не упасть главное а то мне нечему снимать будет потом перебрался там он валежина какая-то ни разу не проверял надо сейчас сходить посмотреть на ней что нибудь в этих местах я находил толстоногого опенка но когда потеплее конечно было сейчас его вряд ли встретишь сегодня ночью например было минус 2 зимнего опенка только искать можно синяя ножка до минус 5 морозовый поддерживает тоже можно ее собирать зеленая и серая рядовка так как они растут низковато под опхом тоже в это время должна быть еще все остальное вряд ли холодно для остальных грибов нашел я еще одну семейку фламулины вот я уже нашел бутылку набрал в речке воды вот внизу еще грибки их я брать не буду пускай растут в общем то получается даже видео не сбор грибов а подготовка к будущему сбору походу через пару дней за этой фламулиной сейчас тут еще есть одно дерево я тоже тут собирал фламулина это уже четвертое место где я нашел эти грибы поливаем здесь там еще одно дерево есть то тоже их там находил раньше сейчас тоже павел бутылка остается здесь буду поливать вот они вот они аж заблестели как все это здесь я их срезал эти грибы приходил вот торчат ножки срезанные и вот вот два дерева здесь я тоже раньше их находил сейчас посмотрим нету нет почему то здесь нету здесь здесь были да вот тут вот они вот они за корой а тогда корову так прислонил срезал их пускай растут сюда залить я сейчас камеру выключу наберу воды еще полью там и тут пускай растут хотя вот эти вот крупненькие можно взять уже маленькие пускай растут сейчас польем вот еще ходил попался мне такой гриб чешетчатка чешетчатка разрушающая вот он плодоносит группами на пнях валежинах висыных деревьев разрушает древесину в интернете частенько мне попадаются такие посты фотографии с этим грибом обычно в группах в соцсетях люди спрашивают что за гриб берут дома вот гриб несъедобный даже не пытайтесь не берите его зачем там проверять вот гриб несъедобный запах неприятный у него такой сейчас я вот один отломлю это старые грибы вообще сейчас вот неприятно пахнет чешетчатка разрушающая на вкус пишут везде в литературе что он молодой горький постарше сладковатый вроде как но не берите гриб несъедобен вот мимо таких валежин старайтесь тоже не проходить по верхам тоже могут быть и вешенка и опята вот здесь даже росла вешенка она высохла все высоковато конечно забираться сюда было вот так сломала если бы влаги было побольше дожди но в данном случае ствол весь сухой и грибов на нем практически нет пока что ладно сейчас буду спускаться посмотрим дальше что есть вот еще фламулина я шел так случайно заметил вот такое небольшое дупло в дереве и здесь вот он растет опенок зимний японцы его называют инокитаки его там выращивают да и в корее тоже выращивают в больших количествах гриб считается наравне ну не наравне немножко поменьше чем чага но тоже помогает при онкологии сейчас я его срежу один что достану я думаю на суп наберу сегодня я хотел сварить суп с этим опенком и думаю наверное сварю суп и сделаю видео покажу вам попадается его конечно пока немного потому что дождей нет погода именно температура позволяет хороший гриб встретились мне еще вот три таких гриба это плетей оленей обычно он так и растет на пеньках один два три четыре гриба обычно не больше это вот три гриба мне попалась это даже неплохое количество я бы сказал вот гриб я бы не сказал что он и не вкусный и вкусный такой средний гриб вот грибов так как сейчас особо нет мне попадается только фламмулина поэтому плетей оленей я возьму вот эти три гриба заберу сейчас так и я да сейчас выключу камеру и покажу его в разрезе как он выглядит полностью итак вот я один гриб разрезал такая у него ножка неполая заполненная мякотью полностью пластинки у него немножко более темные чем сама шляпка в отличие от поганок да все знают что там бледной поганки у вонючего мухомора того же у них пластинки белые такие же как и шляпка плюс плетей оленей растет на валежинах на пеньках он не растет просто на почве но если только на корнях или на древесине под землей которая вот такая у него шляпка светло такая от светло-коричневого до светло-серого оттенков в этих лесах мне тут попадался как-то еще плетей темно-бурый но темно-бурый плетей мне попадался всего один грибок вот он такой темно-коричневая шляпка у него красивый такой гриб тоже съедобный все плетей берем потому что ничего больше тут особо не попадется кроме зимнего опенка и плетей сейчас ну если только может быть где-то вешенка опять расти начала после морозов попалась еще вот ламулина не знаю полить наверное не получится не найду я нигде никаких тут бутылок поблизости грибы засыхают жалко ну ничего не поделаешь можно что-нибудь сейчас найду еще полью хотелось хотелось бы полить чтоб они выросли а потом попозже прийти собрать ну да ладно и так я оказался прав в рост вешенка пошла после заморозков вот мне попались открыть вот я на этом стволе уже собирал их раньше вот я их оставлю собирать их не буду вот это я срезал здесь ходил пускай растут а смысл такие маленькие брать у меня вешенки в морозилке заморожена кулек огромный маринованная есть зачем мне такие маленькие вырастут попозже приду соберу тут их ухон вон маленькие растут вот они вешенка так что сейчас попозже вешенка будет морозов сейчас сильных пока по прогнозу не ожидается по ночам минус 2 для вешенки это так ерунда будет расти из этого ствола я думаю можно будет нарезать много тем более в этих местах я не видел ни одного грибника тут у меня такое ощущение что один я здесь хожу грибы собираю если честно хотя людей тут рядом много живет тут деревне есть большие у меня это радует хорошо все оставляем тоже можно их конечно полить я думаю так вырастут они хорошо выглядят им не так много нужно влаги как зимнему опенку гриб вкусный все оставляем немного прошелся тут же рядом вот того лежа на где снимал маленькая вешенка была здесь вот вот он ствол дерево тоже его бобры завалили и вот она вот вешенка большие грибы вот они получается три вида грибов у меня сегодня зимний опенок плитее олени и вершинка кстати плитее олени и он немного на ощупь такой по по консистенции немного даже смахивает на вешенку когда его трогаешь щупаешь все берем вот еще мне попалась фламулина вот на таком дереве она всем покрыта и вот вот маленькие грибочки тоже лезут вот вот скоро я думаю если дожди пойдут их тут будет очень много зимних опят этих вот мне попались еще вот такие красавцы зимние опята этот вырос на корнях эти вот на стволе сейчас его он большой берем только шляпку вот рядом поменьше растут их оставим сейчас вот эти заберу и идем дальше здесь можно там дальше мост будет перейти и посмотреть на другом берегу может тоже что то будет интересно и как-то больше мне на этом берегу все попадаются грибы на том берегу так немножко вешенки опенка вообще не находил ну может уже и там есть эти места вообще хоть и тут валежника конечно много мне нравится с ведром или с корзинкой здесь конечно ходить неудобно лучше всего с собой брать конечно пакет карманова положил и уже грибы если есть набрал но могут поломаться пакет если много грибов но когда много я знаю если их много то я беру ведро лучше с ведром походить ну в данном случае вот у меня пакет девушенка плите и оленей опята зимние итак вот пришел я домой перемыл грибы вот такое у меня количество получилось здесь опята зимние плите и оленей вешенка вот еще вот заодно достал замороженные у меня были тут зеленушки серые рядовки буду мариновать вешенку зеленушкой перемешку из серой рядовкой опята суп хочу из опят плетей не знаю или плетей наверно тоже пойдет или на мариновку или пожарить все